В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Праздник с доставкой на дом для ветеранов Великой Отечественной войны. Парта Героя Советского Союза, генерал-майор авиации Василия Молокова появилась в одной из школ муниципалитета. В будущем рассказать всем своим детям и всем своим родным, что помнили. День памяти великому ученика Георгия Победоносца. Этот праздник для нас, конечно, очень значимый. Значимый тем, что мы считаем, что это покровитель нашего городского округа. День Победы завершился, а добрые чувства все еще с каждым из нас. И пусть в этом году многие традиционные мероприятия были отменены или перешли в формат онлайн, но ветераны не остались без достойного внимания. Праздник с доставкой на дом устроили артисты фронтовых бригад. Под военный марш, исполненный музыкантами оркестра, честовали участника Великой Отечественной войны Виктора Васильевича Жажина. Когда началась война, ему было 16. Трудился на оборонном заводе в Москве. Зимой 43-го призвали в армию. Воевал на Карельском фронте, после на Третьем – Украинском. Двигаясь на запад, освобождал Австрию, затем Чехословакию, где и встретил победу. Виктор Васильевич приближается к 100-летнему юбилею, но бодр, с хорошей памятью пообщались и даже спели пару песен. Это великий праздник. Сегодня кто-то сказал, что это самый большой, самый великий праздник нашей страны. И, наверное, с этим нельзя не согласиться. Одновременно с этим мы понимаем, что очень много времени уже прошло с завершения той Великой войны. И ветеранов, тех, кто видел, те, кто может рассказать их буквально счетное количество, у нас именно ветеранов и участников войны 315 человек. А участники фронтовых бригад исполняли всеми любимые песни, которые с удовольствием слушали и даже подхватывали все, кто был рядом. И врага инописного крепче бьет мы ее за любимую родину, за родной огонек. Евгению Владимировну Белоногову с Днем Победы поздравила заместитель главы администрации Ленинского округа Татьяна Квасникова, найдя для ветерана много добрых и теплых слов. За то, что вы сделали для России, для детей, для будущего. И пожелать вам от всего сердца здоровья. Спасибо вам большое. К поздравлениям присоединились и другие гости, которых в этот день собралось в квартире Евгении Владимировны немало. В том числе и настоятель Александра Невского храма городовидное священник Николай Шапарев. Позвольте тоже нас, всех верующих людей нашего округа, тоже поздравить вас, пожелать вам здоровья и душевного, и телесного, чтобы Господь всегда был рядом с вами. И для нее одной были исполнены песни Победного Мая. А фронтовая бригада отправилась дальше, адрес за адресом, поздравляя в этот день людей, причастных к истории Великой Победы. Михаил Никитович Доля давно не выходит из дома. И к нему пришла делегация со словами поздравлений и музыкальными номерами. Одни песни звучали прямо в его квартире, другие с фронтовой полуторки, на которой выступали артисты. Зарядили ветерана боевым настроением и снова в путь. К Ивану Григорьевичу Серякову тоже пришли с подарками. Самое главное, и это понятно всем, внимание к ветеранам. Его в праздничный день было в достатке. Спасибо вам большое. От Витненского благочения вам вручаю икону Георгия Победоносца, покровителя нашего российского русского воинства. Вот, совершается перед иконой молитвы. Спросили не только о здоровье и житии, но и вспомнили праздники 9 мая прошлых лет «Жизнь города», для которого каждый ветеран, в том числе и Иван Григорьевич, сделали в свое время немало. И вот новый адрес. В доме номер 2 по улице Ольховой живет Борис Харитонович Канельский. Несмотря на почтенный возраст, в отличной физической форме. Поприветствовал гостей и даже выступил перед публикой. Эта победа далась нам нелегко. Много было погибших товарищей рядом. Но мы победили и мы доказали, что советская власть и народ России способен на более высокие чувства и на более высокие дела. Ветеран говорил долго, и его слушали, и взрослые, и дети. Так мало осталось живых свидетелей той войны. И для присутствующих это стало возможностью пообщаться с фронтовиком, послушать истории из его уст. И, конечно же, песни победы для него, для ветерана. Татьяна Брылова, Кирилл Махров, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Никто не забыт, ничто не забыто. Ветераны, представители администрации депутатского корпуса и просто неравнодушные жители собрались у мемориального комплекса на Расторгуйском кладбище, чтобы почтить память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Сегодня героев поздравить хотим. Вас много. Мы вами гордимся. Мы помним. Мы любим. На этом стоим. На вас походить. Мы стремимся. Великая Отечественная война коснулась каждого жителя нашей страны. Нет семьи, в которой она не отняла близких, не разрушила жизни, не лишила детства. Поэтому даже по прошествии 78 лет потомки продолжают чтить память воинов, давших отпор врагу. Мы будем помнить, что так было война. От ветеранов надеете своим орденам. Ежегодно на Расторгуйском кладбище у мемориального комплекса, посвященного воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, проходит торжественный митинг. На этот раз его посетили более 50 человек. Ветераны, представители администрации, депутатского корпуса и Росгвардии, неравнодушные жители. День победы, близок к каждому из нас. Мы вечно будем чтить и помнить всех, кто сражался в неравной схватке с врагом, защищая до последнего дыхания отчизну и тех, кто выставил в героической битве за свободу и независимость Великой Державы. Хочу всех поздравить с праздником Великой Победы, пожелать всем крепкого здоровья, мира, чтобы ангел-хранитель всех оберел. С каждым годом ветеранов становится все меньше, тем важнее помнить об их подвиге и не забывать уроки истории. Присутствующие почтили память павших воинов в минуты молчания, прозвучали оружейные залпы в их честь. Затем участники митинга возложили цветы и букеты к мемориальному комплексу, посвященному воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. В рамках проекта «Партия Единая Россия» в школе села Молокова появилась парта Героя Советского Союза, генерал-майор авиации Василия Молокова. На торжественном мероприятии присутствовала и родственница полярного летчика. Подробности в репортаже Юлия Погасьян. Немногие знают, что село Молокова названо так в честь нашего земляка, героя Советского Союза, выдающегося генерал-майора авиации Василия Молокова. В 1934 году участника операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин». Василий Сергеевич умер в возрасте 87 лет. Память о нем хранится до сих пор. Нужно всегда помнить и знать тех, кто ощутил своей жизнью, тех, кто не задумывался о каких-то благах ради спасения, ради жизни, ради будущего, ради вот этих ребят. В память о великом человеке в Молоковской школе поставили парту, украшенную фотографиями и информацией о Василии Сергеевиче. Гордость за земляка, за Василия Сергеевича должна наполнять ваши сердца и, конечно же, абсолютно каждый ученик Молоковской школы. Вместе с вами, мне кажется, что все ученики Ленинского городского округа должны знать славный путь Василия Сергеевича и действительно черпать в нем примеры для себя. Проект «Парта героя» реализуется благодаря инициативе партии «Единая Россия». В Ленинском городском округе это уже четвертый исторический объект, который рассказывает о великих людях родного края. Сидеть за ним – особая честь. Ее удостоятся лучшие ученики школы. Это интересно, потому что важно знать биографию героев. Я буду стараться, ну, сидеть за эту парту, заниматься там всякими грамотами и соревнованиями там, ну, во всяких конкурсах участвовать, по литературе, по математике, по всяким другим предметам. Надо помнить это, чтобы рассказывать всем своим, в будущем рассказать всем своим детям и всем своим родным, чтобы помнили. Среди гостей торжественного открытия парты Василия Сергеевича, его родственница Елизавета Коробкина. Живет в селе Молоково, заведует местной библиотекой. Еще в школе начала увлекаться историей семьи. Так и узнала о родстве с героем Советского Союза. Потом я познакомилась с другими, кстати, потомками летчиков других. То есть мы со всеми героями Советского Союза, с их потомками, очень хорошо общаемся. Это очень важно лично для меня, чтобы это помнили, чтобы помнили потом в дальнейшем мои дети. И очень хотелось бы, чтобы все люди, которые тут проживают, знали в честь кого и за что было названо. Торжественное мероприятие завершилось возложением цветов к бюсту героя Василия Молокова. Юлия Погасян, Александр Логинов, Гульнар Балаева, ВиднетВ. Святого Георгия Победоносца называют защитником православного воинства. Его образ стал олицетворением мужества и героизма. В День памяти великомученика в Видном прошли торжественные мероприятия, приуроченные к празднику. Георгий Победоносец – один из самых почитаемых святых в православном мире. Великомученик пострадал на самой заре христианства за то, что открыто исповедовал эту религию. С IV века имя великомученика Георгия окружено особым почитанием. И люди обращались к нему с тех древних времен еще с молитвой, прося его заступничества, помощи. В Георгиевском храме города Видное в день престольного праздника особенно торжественно и красиво. Божественная литургия в честь небесного покровителя была окутана удивительной теплотой, которую ощутили все прихожане. Мы со своими просьбами, мольбой, чистыми помыслами просим защиты у него для наших защитников, в первую очередь, которые проходят специальную военную операцию. Поэтому это для нас вот такой праздник не только престольный, но еще и более свят на, скажем так, ценности, ценен сегодня. Этот праздник для нас, конечно, очень значимый. Значимый тем, что мы считаем, что это покровитель нашего городского округа, что мы встанем под его защитой. А это так нам сейчас нужно. Маргарита Пантелеева каждое воскресенье посещает храм Георгия Победоносца. На праздничную службу видновчанка пришла вместе со своей подругой. А сегодня такой торжественный день. Все мы рады, что у нас столько лет у нас мир. И мы болимся о том, чтобы Господь и Георгий Победоносец защитил наших воинов. И чтобы у нас в стране был мир, благополучие, счастье и процветание. В день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, защитника русских воинов, чествуют ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны. Для нас, видновчан, сегодня также особый день, потому что и храм в центре города, центральный городской храм, построен в честь великомученика Георгия в память подвига нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Так и сказано об этом и на плите, который висит при входе в храм, так и сказано об этом на главном колоколе. После праздничной службы состоялась традиционная церемония возложения цветов на Аллее Славы. В ней приняли участие представители администрации, сотрудники полиции, депутаты и жители города. После молитвы о погибших воинах была объявлена минута молчания. Далее все участники мероприятия с искренней благодарностью и уважением возложили цветы к вечному огню. Сотни красных гвоздик в память о тех, кто ценой жизни отстоял рубежи нашей Родины в годы Великой Отечественной войны и подарил мирное небо своим потомкам. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!